Провёл заседание общественного комитета заместитель главы города Александр Новиков. Сотрудники администрации рассмотрели шесть заявок, поступивших от жителей города для участия в федеральной программе на 2020 год. На совещании присутствовали представители многоквартирных домов, которые изъявили своё желание принять участие в проекте. Эти жители смогли собрать необходимое количество голосов для вступления в программу. По ходу встречи обсуждались вопросы составления схем дворов с желаемыми улучшениями и утверждением видов работ по существующим перечням. Многие решили не ограничиваться минимальным набором ремонтных работ, выполняемых полностью за счёт бюджета. Они согласились софинансировать работы, внеся в фонд ремонта 20% от стоимости обустройства дополнительных удобств. У нас также, как и у всех, проблема с парковкой. Она у нас совершенно отсутствует, не соответствует ГОСТу. Мы предлагаем расширить место, позволять территорию. Мы как-то расширить на 16-х корочных мест и плюс дополнительно делать здравые комплексы. В обсуждении принял участие глава города Андрей Шубин. Он призвал инициативных жителей Десногорска принимать непосредственное участие в контроле и сохранении благоустройства дворов на всех его этапах. Единственное, что хотелось бы застрелить внимание и обратить вопрос, когда будут завершаться работы, а в ходе процесса работы необходимо жителям дома и старшим участвовать в контроле за проведением работ, приёмки убавленных работ, потому что двор будет приниматься общественной комиссией. Александр Новиков подчеркнул, что приём заявок для участия в программе формирования комфортной городской среды продолжается. Оставить её можно до 1 ноября. Всю необходимую информацию можно найти на сайте администрации города. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.